В центре Эрмитаж Казань напоминает, что Восток дело тонкое, причем не только в философском плане. Среди экспонатов новые выставки, бронзовые вазы, толщина стенок которых всего полтора миллиметра. Еще в экспозиции фарфор, храмовые вещи и многое другое из московской галереи восточная заграница. Маргарита Петрова удивлялась. Жесл жуи. Это в переводе пусть будет так, как ты пожелаешь. Он похож очень на гриб линжи, который символизирует в Китае бессмертие. Обычно такие вещи дарили чиновникам или людям, мечтающим о власти. Желтый в Китае – это императорский цвет. А вот функционального назначения жезл не имеет. В отличие от этих предметов культа из Тибета – ритуальная раковина и мандала. Ее сердцевина символизирует Будду, а круги – просветление. Так представлены мироздания. На выставке много храмовых предметов. Например, это изящная курильница XIX века из Китая. Или вот – один из охранников мира святости. Всего в экспозиции более 150 произведений декоративно-прикладного искусства. В основном фарфор. Китай – его родина. Рецепт мастера держали в секрете. Разглашение каралось смертной казнью. Китайские производители, китайцы, они стали изготавливать вещи для европейцев. Это были такие цветочные композиции. И предмет это были те, которые в Китае не пользуются. Например, это рюмочная передача. Бокалы вставлялись в прорези, внутрь можно было наложить лед. Фарфор, сделанный для Запада, декорировался другими цветами. Вместо бамбука и хризантем – розы и гвоздики. Кстати, европейцы всю эту красоту приобретали не для того, чтобы пользоваться. Вещи показывали статус владельца. Поэтому, несмотря на возраст, в сотни лет прекрасно сохранились. В отличие от техники XV века – клоазане, что от французского перегородки. Рецепт утрачен из-за трудоемкости. На изготовление одной вазы уходило до нескольких месяцев. Узор наносится тонкой серебряной проволочкой. Вот если мы присмотримся поближе, это будет заметно. И затем эти ячейки клоазона заполняются цветной магией. Каждый цвет обжигается отдельно. Так и достигался эффект живописи. Необычный европейцам и японский инра. Своеобразные кошельки не только для денег, но и разных мелочей. Например, лекарств. Философское мировоззрение людей с Востока лучше всего, пожалуй, отражает живопись. Традиционная японская техника – суме-э. Это про нее еще говорят, как из ничего проявляется нечто. Обязательное условие – большое свободное пространство. Фигуры нанесены легкими штрихами. Но главное здесь – это смысл. Рисунок отсылает к буддистской легенде о белом слоне. Согласно мифу, на спине слона – полная чаша драгоценностей. Вместо нее художник написал женщину. Маргарита Петрова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.